Дажандр Кумар Прабу, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для чего человеку нужен духовный учитель, или как называют гуру? Ведь многие считают, что совершенства жизни можно достичь самостоятельно. И как отличить истинного гуру от шарлатана? Так много обмана. Учитель нужен всегда. Да. Более того, даже если мы не принимаем какого-то учителя одного официально, это же не значит, что мы не учимся. Все равно мы учимся. Просто люди немножко не замечают учителей, и поэтому они говорят, что я учусь сам. Да, мы как субъекты опыта накапливаем этот опыт, но учителя могут быть, они не обязательно могут быть официальными. Мы наблюдаем жизнь, мы как-то смотрим, делаем какие-то определенные годы. Это форма ученичества. Но здесь, в материальном мире, проблема в том, что мы учимся, скажем так, для того, чтобы утвердить свое эго, свое я, стать независимым. Вот в этом смысл обычного материального обучения. Стать независимым. Познать какие-то вещи, что-то понять и стать независимым. Духовная жизнь начинается с понимания того, что я не могу быть независимым. Я буду зависимым, но только либо от материальной природы, либо от Бога. И поэтому в строгом смысле слова независимость обозначает выбор правильной формы зависимости. Любой разумный человек, он поймет, что как он может быть независимым, от чего он независим? От влияния погоды, от силы времени. От чего он независим? Это иллюзия. То есть, если так внимательно рассмотреть, то мы видим, что мы зависим от огромного количества факторов. И в целом это можно назвать зависимостью от материальной природы, от законов материи. Мы зависим от гравитации. Я не могу сейчас просто оторваться и лететь куда-то. То есть, просто невежество заставляет людей думать, что они независимы. На самом деле мы зависимы. Так вот, духовный учитель открывает глаза ученику на то, что независимость по большому счету не бывает. Только зависимость от Бога, она является более естественной и родной, потому что Бог это любящее существо. А зависимость от материальной природы, она такая проблемная, сложная. Потому что материальная природа еще называют термином дурга. Это обозначает дурга, это тюрьма или тюремщица. То есть, как бы зависимость от тюремных властей. И эта зависимость, она такая проблемная, потому что там все, режим жесткий, в тюрьме жесткий режим. Точно так же материальный мир, он может быть жестче, мягче. Но в целом степень зависимости от этих законов очень сильная. Так вот, духовный учитель, он учит нас тому, как стать зависимым напрямую от Бога. И когда живое существо обучается этому искусству, оно становится менее зависимым от материальной природы. То есть, закон кармы, закон всех этих материальных влияний, он реально меньше действует. То есть, смысл в том, что изначальный учитель – это Бог. И он учит нас в любом случае, независимо от того, принимаем мы его или нет. Вот когда человек, допустим, не хочет учиться, ему говорят, ну ладно, тебя жизнь научит. Имеется в виду, что такая пословица, знаете, что с неразумными людьми Бог говорит на языке обстоятельств. То есть, он все равно учит их через какие-то жизненные обстоятельства. То есть, либо мы будем учиться в такой школе палочной дисциплины, жесткие обстоятельства. Либо мы, скажем так, добровольно и естественно принимаем систему какого-то образования. Ну, материальное образование, есть духовное образование. То есть, духовный учитель, это, скажем так, он дает продолжение образования. Допустим, мы прошли в школе, в университете какие-то общие законы материального мира. Законы физики, химии, социального развития, что-то еще. Но этим жизнь не исчерпывается. То есть, жизнь еще духовное измерение. И духовный учитель, он продолжает наше образование. Уже в духовной сфере. Он рассказывает нам о тонких законах. Если даже для изучения законов материальных требуется учитель. Часто ученик читает учебник, он вроде бы читает. Нам все старались писать понятно. Но у каждого есть такой опыт, что мы читаем, читаем. Вроде бы понимаем, а потом раз, не понимаем. Как быть? Надо спросить. Я начинаю спрашивать. Учителя, скажите, пожалуйста, это что? И он объясняет. То есть, не бывает такого, чтобы человек сам до всего додумался. Все равно у кого-то спрашивает. То есть, все равно он кого-то учителем принимает. И тот, кого он спрашивает, это и есть его учитель. Но это просто может иметь такой спонтанный характер. Один, второй, третий. А духовный учитель, когда мы принимаем его, это наш сознательный выбор, сознательное действие. Личность, которая нас вдохновляет, которая нас просветляет, которая объяснит какие-то вещи. И я чувствую большое доверие к этой личности, что он может мне реально помочь развеять все сомнения, жить все вопросы. И тогда принимаю этого духовного учителя. То есть, это, с одной стороны, добровольный акт. С другой стороны, если я этого не делаю, это же не обозначает, что Бог перестает меня учить. Он продолжает меня учить. Просто через более грубые законы. То есть, образование и обучение не избежать. Потому что он будет меня учить, пока я не научусь. А система духовных учителей, она нужна для того, чтобы люди это делали добровольно. И в ведические времена, мы знаем из истории, дети, предположим, кроме всяких-то материальных наук, они также получали духовное образование. То есть, у них была более целостная картина мира, потому что кроме материальных законов, они знали также и законы духовные. Вот поэтому духовный учитель – это, как скажем, уже высшая форма образования в действительности. Потому что это образование о знании о высшей духовной природе, о взаимоотношениях с Богом. Если мы просто изучаем законы материи, это не высшее образование, это низшее образование. Потому что материя, согласно ведам, называют ее апарапрокрити, низшая энергия. А духовное знание называют апарапрокрити, высшенное. Поэтому духовное знание, вот это и есть реальное высшее образование, то есть знание о высших законах. И учитель, скажем так, профессор, профессор духовных наук, который делится своим опытом, пониманием. И в этом плане, если говорить, как отличить истинного шарлатана, то учитель, он всегда ссылается на традицию. Если перед нами учитель, он всегда должен сказать, кто его учитель. То есть учитель, он не самозванец, он всегда откуда-то берется, к какой-то традиции. Потому что в Ведах говорится, что изначально учитель – это сам Бог. И у него появляется, скажем, он каких-то первых учеников, последователей в мир запускает. И от них уже вот эта цепь ученической преемственности идет. Поэтому учитель – это никогда не самозванец, это всегда слуга этой цепи ученической преемственности, которая чисто, смиренно, без изменений передает послание. И первое – это то, что у него есть учитель, он в традиции вписан. У него, как сказать, такая родословная, духовная. Что он это знание не выдумал из головы, а взял откуда-то. И также он ссылается на канонические тексты, принятые в традиции. То есть все, что он говорит, он подтверждает определенными текстами. То есть вот это и третий, скажем, показатель духовного учителя – это то, что он ведет себя в полном соответствии с тем, чему он учит. То есть как бы такая внутренняя целостность, отсутствие лицемерия. Когда мы видим какие-то двойные стандарты, что человек говорит одно, а сам живет иначе, тут у нас появляется недоверие какое-то. И поэтому, скажем, первый учитель, представитель традиции – раз, он следует, он постоянно опирается на писания, на каноны. И третье – он своим поведением демонстрирует то, чему он учит. То есть как бы он целостный, полностью духовная личность. Допустим, можно какой-то предмет, железячку покрасить по золотой, и она облезет. А если золото, то оно и на поверхности золота, и внутри золота. Целостность такая, понимаете? Так вот, духовный учитель – это духовно зрелая целостная личность, которая в любых обстоятельствах, благоприятных, неблагоприятных, он всегда сохраняет свою преданность этим духовным идеалам. В частности, если говорить о нашем обществе, обществе вайшнавов, преданных Кришны, то в нашей традиции духовный учитель – это тот, кто учит любви к Кришне. И в своей жизни он является образец этой привязанности любви к Богу. То есть, если мы видим, что человек служит Богу, говорит о Боге, прославляет Бога, обучает других служить Богу, это и есть признак настоящего, как мы говорим, авторитетного, тот, кому можно верить, доверять духовного учителя. Поэтому принятие духовного учителя – это процесс, который требует времени. То есть, мы должны слушать, мы должны наблюдать, смотреть, сопоставлять все эти вещи. Насколько, так сказать, действительно, если учитель следует традиции, и своим поведением он являет образец, скажем, этого идеала, тогда у нас развивается естественное доверие, и можно сказать, что это духовный учитель, которого смело можно принимать. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.